Несмотря на то, что засуха вызывает определенную озабоченность у аграриев в видах на урожай, уборочная страда 2015 взяла уверенный старт. Первыми приступили к уборке озимых труженики открытого акционерного общества «Оснежицкое». Праздничное настроение не покидало тех, кто вышел в поле. Люди готовы убрать все до последнего колоска, чтобы дополнить до отказа за крома. Сегодня вы видите на нашем поле работают все шесть комбайнов, которые подготовлены, поверены и работают на славу. Урожай хороший. Здесь кроме комбайнов работает у нас весь комплекс техники, то есть это прессы. За прессами идут подборщики с машинами, которые возят солому. Ну и, конечно же, идет лущение стермини для провоцирования роста сорняков. В последующем, чтобы посеять пожневные. А снежинцам предстоит убрать около тысячи гектаров яровых и озимых. И есть уверенность, что, как и в прошлом году, они будут в числе лидеров. И их хлебный каравай будет не легче прошлогоднего – в пять с половиной тысячи тонн. Биологический урожай есть на эти объемы. Ну, а мы постараемся не подвести наших аграриев и собрать данный урожай с поля за крома нашего хозяйства. Урожайность озимого ячменя здесь хорошая – более 40 центнеров с гектара. А вообще мы планируем на круг собрать около 55 центнеров с гектара. То есть, как и в прошлом году – 54,2 центнера с гектара. Уже в первый день уборки на поля вышла вся уборочная техника. А снежинцы готовы к главной страде на отлично. На сегодня используется весь тракторный парк комбайнов. То есть, шесть единиц. Это у нас три гомельских, два лидских и один немецкий американский джендир. Кроме этого, у нас работают прессы немецкие и итальянские. Кроме этого, мы задействуем технику своего производства. Это погрузчики «Амкадор» и мазы на отвозке. Ну и вся техника мазы на отвозке зерна на перерабатывающие пункты. То есть, на КЗС и семяочистительные линии. Так как наше хозяйство является семеноводческим, то мы помимо того, что убираем хлеб, мы еще и заготавливаем семена для себя и для наших партнеров. Готовы в хозяйстве и к решению возникающих проблем. И даже делая поправку на непогоду, планируют завершить уборку через 2-2,5 недели. Все зависит от Бога, как погода, но как и в прошлом году планируем за 2-2,5 недели. Какая проблема? Говорить о проблемах, значит, показать свою слабость. Надо работать. Мой дед говорил так. Глаза боятся, руки делают. Так что надо делать и не бояться. Конечно, засушливая погода последних месяцев негативно скажется на урожайности яровой группы зерновых. Но недобор урожая в 15-20% вполне могут компенсировать озимые. И аграрии, которые удобрили землю своим потом и трудом, уверены, в этом году будем с хлебом. И не только в этом, и в последующем. Потому что политика нашего государства такова – работать для народа. А народ должен всегда иметь все блага, которые дает Матушка-Земля.